Даник, я не понимаю, что ты там делаешь? Наташа, подожди, не сбиваешь же! В смысле? Ничего страшного, что у нас прямой эфир вообще-то начался! Страшно? Наташа, я вижу страх в твоих глазах, ты что-то боишься у меня спросить? Да, почему ты с таким серьезным видом и что ты делаешь? Смотри, 8 марта было когда? Вчера Вчера, это значит что? Девушке цветы подарить, каждый хотя бы по одному цветочку Деньги? Деньги А это что значит? Что потом весь месяц ты без фастфуда, без чипсов, без ничего А если еще и подарок подарить, то ты в целом уходишь в минус Поэтому я пытаюсь как-то сосчитать, что есть, чего нет В смысле? Ты всегда так делаешь? Это сколько ты тратишь? Я не знаю, но на самом деле, вообще-то, если честно, после 23 февраля у меня тоже карманчики пустые, такие же, как и у тебя Друзья, если у вас точно такие же опустошенные карманы после праздников, как у нас с Даником То прямо сейчас я предлагаю вам не переключаться, потому что в ближайшие 52 минуты наши гости в студии расскажут, как классно создать свой первый бизнес Да, и как всегда, ваши пожелания и предложения мы принимаем в нашей электронной книге отзывов и предложения, то бишь в нашем телеграм-канале Как туда попасть? Я вот постоянно спрашиваю у нас, телеграм-канал, как попасть? Очень просто, берем смартфон, правый нижний угол, там появляется QR-код, навели, нажали и вы с нами, принимайте участие в интерактиве, все очень просто Да, друзья, принимайте участие, Даник, а я тебе предлагаю уже отложить свои финансовые задачки, дебет с кредитов сведешь немножко позже, вместе с нашими гостями Все равно не входит А прямо сейчас давайте посмотрим спойлер, что же мы сегодня узнаем интересного в нашем эфире Сегодня в программе узнаем все о карманных деньгах с Юлией Миллионеровой Расскажем, кто лучше разбирается в финансовой грамотности, детки или предки Выясним, как заработать на блогинге Разберемся, как открыть свой первый бизнес в 13 лет Найдем ответы на самые сложные вопросы вместе с участниками рубрики «Заметки школьника» Это пин-код, смотри, не пропусти Мне кажется, я все понял Я сегодня должен не считать деньги, а смотреть на их веб-версию в нашем телеграм-канале Да, все верно, Даник вечно что-то не понимает в наших эфирах Я каждый раз удивляюсь, когда уже Даник поймет, где он находится Действительно, друзья, сегодня мы предлагаем вам рассмотреть наши новые пин-кодсы Валюта фирменная нашей программы И выбрать свою любимую банкноту из четырех предложенных Здесь у нас и Аня Гукиш, и Кать Дадеркина, и Хелен Мирай, и Жан Сенкевич В общем, все, кроме тебя и меня, Даник Я вот, да, вот, ну что ты начинаешь? Аж все понял, Наташа Только вот я не понял, а где это все? Где кто? Мы Где мы, где мы, и где деньги? Потому что мы бесценны А это все находится в нашем телеграм-канале, друзья Я вам напоминаю, что попасть в наш телеграм-канал Вы можете через QR-код, который вот, прямо здесь находится в правом нижнем углу экрана Наведите на него камеру своего смартфона, и вуаля Вы уже здесь, и мы ждем ваших ответов Что же вы нам тут пишете? Давайте посмотрим Я вижу, что вам нравится банкнота с Хеленой Также я вижу, что вам нравится банкнота с Жаном, и с Аней, и Гукишей Вообще, я вижу, что вы отвечаете на наши вопросы Сколько вы карманных денег тратите? Чуть позже это и обсудим, супер Но мне вот кажется, что нам со зрителями твой QR-код как-то жизнь не упростила Ну смотри, вот, во-первых, да, задачу мы-то сегодня оставим сложную Вот как в нашем интерактиве определиться и выбрать между Жаном, Хеленой, Катей и Аней? Ну это невозможно Вот это же невозможно А во-вторых, ты вот банально даже вслушайся в эти вопросы, которые мы пишем Смотри, да? А какая твоя работа мечты? Вот ты можешь ответить быстро? Да А не можешь, не можешь, Наташа Могу А есть ли у тебя идеи для бизнеса? А вот излагай, излагай А вот нет у тебя идей для бизнеса? Или вот еще Много ли денег уходит у тебя на карманные расходы? А вот давай, пожалуйста Много, много Вот ни на что ты ответить, Наташа, не можешь Вот я так и знал Могу, друзья Честное слово, могу И вам тоже мы предложили ответить в нашем телеграм-канале Сегодня у нас просто какой-то кружок финансовой грамотности Мы чуть позже обсудим все самые животрепещущие темы Темы вместе с нашими гостями в студии Я вот вижу, что вы, например, Даша Тумилович отвечает, что на карманные расходы тратит немного Если запланировано идти в магазин, то чуть больше среднего А вот если погулять с лучшей подружкой, то рублей 5-10 Хотела бы стать программистом и параллельно писать свои песни Мечта выступить на сцене с гитарой и своей песней Очень классно, мне очень нравится, что Даша в то же время и такую более приземленную работу, как программист, выбрала И в то же время не забывает про свою мечту быть на сцене Мы тебе желаем удачи, Даша Да, а я вот знаешь, чего бы хотел? Ну? Вот такого простого, человеческого, чтобы на нас уже не зашел какой-нибудь гуру финансовой грамотности и все объяснить Так, а в чем проблема? Где его найти? Где его взять? Скажи мне, пожалуйста Я вот потому что уже не ориентируюсь, где ты в плюс уходишь, где в минус? Плюс я еще дебет с кредитом у меня не сошелся, показывает, что я еще сам себе должен Как это вот все порешать, Наташа? Ты, наверное, забыл, что в нашей команде есть супер финансовый гуру Юлия Миллионерова И вот прямо сейчас в своем сюжете она тебе расскажет и покажет все ответы на твои вопросы Давайте посмотрим Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Миллионерова и с вами школа финансовой грамотности И сейчас я расскажу вам, как правильно распоряжаться карманами и деньгами Каждую неделю родители выдают своим детям небольшую сумму денег на их личные расходы Давайте узнаем их, как они ими распоряжаются и куда тратят Здравствуйте, Андрей! Скажите, что вы делаете с карманами и деньгами? Трать! Трать! И еще раз! Трать! Андрей любит поесть сладостей, а иногда даже переесть Как только он получает карманные деньги, сразу же отправляется их тратить и ни в чем себе не отказывает Спуская все за один день А потом целую неделю ждет следующие карманные деньги Совет первый Расскажите своим родителям, как и на что вы собираетесь потратить свои карманные деньги Они обязательно помогут вам правильно распланировать свой бюджет Вот если бы Андрей посоветовался с родителями, то он так бы не поступил и не потратил бы все свои деньги на сладости Вот тебе блокнотик, чтобы планировать свои расходы Будешь им пользоваться? Да Красавчик! Ксюша, а что ты делаешь со своими карманными деньгами? Я их куплю Молодец! Ксюша, по моему совету, делит свои деньги на три части Первая часть – потратить, вторая – накопить, а третья – отдать А зачем нужно копить деньги? Каждый из нас может копить свои деньги на что-то важное и ценное Ксюша копит деньги на новенький компьютер Поэтому теперь ей обязательно понадобится большущая копилка Или же специальный счет в банке Например, такой, который она открыла по моему совету Там на ее деньги будут капать проценты Это такая сумма, которую банк дает за то, что ты доверяешь ему хранить свои денежки Когда у Ксюши на счету накопится достаточное количество денег, она сможет купить себе новенький компьютер А что значит отдавать? Смотри, если тебе вдруг не хватило денег на игрушку И ты попросил у кого-то взаймы Например, подошел ко мне и сказал Юля, займи мне, пожалуйста, денег И я тебе с радостью заняла То вот что-то как бы уже пора и отдавать Понимаешь? Страшно, понял Молодец И помните, мои солнышки, что не нужно тратить больше, чем у вас есть Потому что тогда можно влезть в большие долги И важный совет Помните, что можно копить карманные деньги, а можно тратить Но финансовая грамотность обязательно понадобится вам сейчас и во взрослой жизни С вами была Юлия Миллионерова Пока-пока Ну я наконец-то поняла, как вообще распоряжаться своими карманными деньгами Спасибо тебе большое, наша Юлия Миллионерова Это было классно и информативно Ну ты, конечно, молодец, что поняла Я вот там говорил, что я тоже что-то понял А сейчас я уже опять ничего не понял Что ты опять не понял? Я все не понял? Хорошо, не Как тратить? Это тратить мы умеем Заработать их как? Где? Где взять их? Ну я предлагаю ответ на этот вопрос И найти вместе с нашими гостями в студию Сразу после короткой рекламы на телеканале Беларусь 2 Не переключайтесь Ну что, друзья, мы вернулись после рекламы Молодежный интерактивный проект «Пин-код» на телеканале Беларусь 2 А сегодня в студии для вас работает Наташа Павшок и Даник Карабан Да, и мы продолжаем наш крайне серьезный разговор о финансовой грамотности Так, и кто же к нам присоединился? Сегодня человек, который очень хорошо разбирается и в финансовой грамотности А главное, в самых современных профессиях 21 века Наш почти коллега, ну можно сказать коллега, только в сфере блогинга Тима, привет, Тима Всем привет! Приятно, что пришел сюда Вообще, самый лучший финансовый грамотер 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 А тогда хорошо, давай вот сразу Сколько лет и как давно занимаешься своим блогом И, конечно же, сразу же заработок в месяц, пожалуйста Ой, как страшно стало сразу Вот я сегодня с калькулятором, поэтому давай Сколько в день, сколько в месяц Сейчас все мы... Итак, по порядочку 15 лет, занимаюсь блогерством почти с самого детства Прям плотно фигачим Снимаем ТикТок, Инстаграм, Ютуб Ну вы все знаете и так сами Да, я вот... Подписана, Наташа главный фанат Вот, фотограммчик Ты уже дала Наташу? Подписана? Конечно Ты дал автограф Наташу уже? Она мечтала Попросила Попросила уже, да? После записи все сделала Я думаю, я даже, может, договоримся, фотографию сделаем Ну не стесняйте меня, не стесняйте Вот Наташа некрасивая Долларов, вот столько и будет стоить Ну, давайте чуть позже сделаем наши фотографии Я вот как раз открыла страничку Тимы, нашего гостя Здесь ты с Мишкой Да, сейчас у Наташи мысль, почему там... Почему на... Не я Почему не я? Почему не я? Почему он, а не Наташа Хочу быть Мишкой Если вы понимаете, о чем я Хорошо, ну расскажи вообще, какой контент ты создаешь В какой... не сфере, а тематике И какой контент нравится твоей аудитории больше всего Окей, тематика развлекательная Челленджи, приколы разные Вот и все Эта аудитория нравится Ну, точно коллега наша, как пин-код Да, мы тоже развлекательные Так вот смотри, у нас регулярность мы выходим 4 дня в неделю А какая регулярность у тебя и важна ли она в целом? Конечно, это самое главное, мне кажется, что есть только в видеоблогинге Потому что чем чаще выходишь, тем больше подписчиков Чем регулярнее делаешь, тем круче Поэтому сейчас мы выходим на YouTube, получается, где-то раз в неделю Instagram стараюсь тоже раз в неделю Stories, понятно, каждый день TikTok раз в день То есть прям плотная работа А не боишься такого, что ты вот будешь выкладывать stories, stories, stories Там, образно говоря, 50 штук в день и всем надоест Не можешь, можешь же сработать Такое может быть, да А я новую страничку заведу, не буду расстраиваться А вот они, первые секреты Блогинга пошли Ребята, если у вас что-то не получается, удаляем страничку, заводим Не, но так не всегда Можно продолжать работать Но если прям на долгом, типа, месяц у тебя ничего не получается Ну, новый аккаунт надо создавать и проводить что-то другое Ну, хорошо, с регулярностью разобрались А вот такая тема Финансовая грамотность Мы же сегодня ее и обсуждаем Сразу же ты можешь зарабатывать? Или все-таки, может быть, на первых порах ты как-то сам вкладывал свои финансы? А тут уже интересно Ну, сразу оно как бы чуть-чуть идет Там, монетизация на YouTube-чике Ну, это же за деньги Ты сам вкладываешь в эту монетизацию? По-разному По-разному Наташа, ты все-таки его спонсируешь? Вначале? Нет, вначале вкладывал сам, конечно, понятно Вот, на первых порах все-таки вкладываешь сам И не надо тешить себя надеждами, что вы сразу начнете зарабатывать Нет, как и в любой другой профессии, изначально Плотно работать Надо плотно работать Вот смотри, понимаешь, когда разговариваешь с дамой У нее сразу что? Правильно, потратить А у меня другой подход Вот правила годного контента Вот что надо? Может, как-то по-особенному обрабатывать фотографии Или мне написали умное слово Кликбейтов в названиях видео Вот там, например, на канале куда-нибудь Кликбейт, если он такой Кстати, что это? Кликбейт, это когда Условно, в ролике у нас есть название Там, что-то мы там делаем Вот, условно, как на YouTube Мы нашли Влада А4 Одно из популярных роликов у меня Как бы кликбейт 117 тысяч просмотров 117 тысяч просмотров Как бы чуть-чуть кликбейт Но не кликбейт То есть я не знаю Кликбейт, это когда вот ты видишь название И тебе уже хочется посмотреть Нет, 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 нет Это когда то, как бы То, что написано, нету в ролике А-а-а Обман? Небольшой обман Ложь? Это можно делать, ну, чуть-чуть Мы такого не приветствуем У нас в пин-коде нет никогда вранья Но я, если честно, думала, что кликбейт Это когда ты делаешь громкое название Но не обязательно, чтобы ты обманывал Да, и не реализуешь видео А обрабатываешь ли фотографии? Вот совпадешь ли ты в жизни? А-а Откроем нам Instagram, пожалуйста, давай проверим Совпадает ли человечек? Ну, здесь Ну, вроде Очень похож Да, совпадает Похож Ну, чуть-чуть на монтаже там дорабатываем Чтобы было лицо покрасивее А-а, фотошопом пользуешься, значит Монтажер Я против Это не он, это все Это понимаешь, что это самое Это не я, это не я Да, это как и я У меня просто даже фотошоп не помогает Поэтому мне приходится просто выкладывать сразу Даник, сегодня не о тебе Тима, расскажи вот С чего начать свой блог? Как его сделать популярным на первых порах? Окей, первое правило Не надо делать то, что не нравится Не повторять за другими блогерами и так далее Быть самим собой, как и везде Это то, что прям надо и надо Создавать контент, который нравится тебе Хорошо, вот мы с Наташей собрались Коллективно решили, что нам вот Какой-нибудь контент выбрали для себя И вот какую социальную сеть нам на вот прям Ну, ту мач надо развивать? Только ТикТок Ну, ТикТок поначалу Потому что он дает крутые просмотры Легко пиариться, без рекламы можно А если мы, например, хотим с одноклассников начать То, ну, все, никак Старперовые, если с одноклассников хотите начать Ну, посмотри на нас Ну, куда? Во! Мемы! Даник, не надо, пожалуйста Я, вообще, современная личность Я в ТикТоке разбираюсь Я в одноклассниках не сижу Ну, вот я где-то слышала Подожди, а как ты пятерку поставишь кому-нибудь? А там можно? А, это точно старый Хорошо, но все равно Даже не знаю, что это такое В одноклассниках пятерку ставили Молодежь Пять с плюсом за деньги Ну, я все равно слышала, что все-таки лучше свой контент варьировать между социальными сетями Да, сразу несколько Как это? То есть я сняла в горизонтальной камере на телефон ТикТок Как мне его выложить, например, в Ютуб, если Ютуб-формат подразумевает горизонтальное видео? Ну, разверни Ютуб-шортс Что? Ютуб? Шорт? Шорты? Он теперь в шортах? Ютуб снимаем только в шортах Какие вы деды Короче, Ютуб-шортс Это такие А, мы приходим к следующему гостю Ютуб-шортс Это как в ТикТоке Такие короткие ролики Вот такие вертикальные Есть горизонтальные Они такие длинные Могут быть там Минута, больше, десять А тут коротенькие, как в ТикТоке То есть ты можешь То бишь сториз Как сториз, да Но не сториз Но не сториз То есть ты можешь снять сториз Опубликовать ее вот в Инстаграм-сториз В ТикТок И в Ютуб-шортс Так, ну хорошо Подожди Ты чем Вот я ничего не понял Поэтому я Давайте так это Да начнется создание годного контента Для всех социальных сетей И в шортах, и в майках, и в кроссовках Что мы должны делать? Тима, я, насколько знаю Ты взял с собой в студию телефон Да Открывай, пожалуйста, камеру Давайте все вместе сделаем фотографию Друзья А чуть позже вы сможете посмотреть эту фотографию В нашем Инстаграме пин-кода Кто не знает, как мы подписаны Пин-код Official Беларусь 2 Заходите, пожалуйста, в наш Инстаграм Обязательно комментируйте И лайкайте Я знаю, что предлагаю даже пойти дальше Зачем нам фотографии на телефон Тима? Он же потом нам не отправит Или там атофтотюнит и меня вырежет Зачем нам это? Я предлагаю прямо сейчас к нам в студию пригласить Хелену Мираю Мы в ней верим Вот, Хеленочка, привет Давай, вот сейчас она нас сфотографирует Можешь не здороваться, тебя все равно не слышно Хелену, сфотографируй нас, пожалуйста, на телефон И, насколько я поняла Аааа Давай, вот ближе Давайте Раз Я буду с бабкой Так он уедет Аккуратно Ура, мы сфотографированы Насколько я поняла Тима нам поможет правильно выложить этот пост То есть поможет нам его назвать Таким образом, чтобы это было кликабельно И лайкально, можно так сказать Нет, залайкано Поставить какие-то хэштеги, если они нужны В общем, все с профессиональной точки зрения Поможет нам сделать Тима чуть позже И наш шедевр вы увидите в нашем Инстаграме Как много сейчас прозвучало для меня абсолютно непонятных слов Но А у нас в гостях был тот самый блогер Я не побоюсь этого слова Который обожает плюшевых мишек И интересный контент Тима Тима, спасибо Спасибо тебе большое, что к нам пришел Было приятно Да Оставайся пока с нами Давайте все вместе посмотрим Следующий сюжет, который нам подготовил Наш корреспондент Давайте посмотрим прямо сейчас Детки-предки на ваших экранах Детки-предки – это программа, где представители двух разных поколений Пытаются выяснить, насколько хорошо они понимают друг друга Сегодня в гостях у нас семья Лещинских Зовут меня Максим, 39 лет Я Ксения, мне 11 лет Так, Ксюша 11, мне 39, сколько будет? 28 лет У нас разница 28 лет Папа добрый, он веселый Сразу не слушается Папа трудолюбивый, кипчить качество Ксюша нагоня не получает Мне получилось нагонять, потому что я не хотела делать сразу уроки По урокам вопросов нет Садимся, самостоятельно все делаю Мне кажется, что мне папа очень хорошо понимает Бывает, когда я что-то быстро говорю, он меня не понимает Ксюша, держись Правила первого раунда Необходимо по очереди объяснить друг другу 4 слова Каждое отгаданное слово – 1 балл Человек, который зарабатывает очень много денег Бизнесменчик Папа сразу угадал, потому что папа подумал Есть такая песня «Ту-ду-ду, милый мой, ту-ду-ду» Есть такая песня Бухгалтер А по-другому как? Он там работает Он где работает? В бухгалтерии Да Тен-тен-тен, наверное, мой тен-тен-тен Бухгалтер Да-да-да, подход тут 100% молодец Ты ищешь работу, ты ищешь что? Работу буду искать Смотри, там ты ищешь работу, и ты видишь Объявление Нет, по-другому Вакансии? Да Сначала долго думал Папа немного не догадался Ну, потом же отгадался Когда у тебя приумножаются деньги? Копилка? Нет, зарплата типа к тебе приходит, как и называется Папа, думай, не смейся Так я думаю, зарплата ко мне приходит Ну Ну, зарабатываю Я и ты кто? Напарники Я и ты на работе кто? Я забыла Ну, вместе работают Я поняла, я забыла это слово Ну, давай, давай, давай Ну, вот работают, работают вместе, на работу ходят Может быть, даже и с какой-то стороны я плохо объяснила И Ксюша не доработала Я виновата, потому что я забыла, как это слово вообще произносит и называется Вот я проработал, проработала ли ты? Поработала, поработала и что получила? Зарплату Да Есть люди, которые работают, а есть которые... Безработные Безработные Человек Человек безработный? Да В принципе, это было тоже легко И я умный, и баба хорошо объясняют Ксюша молодой Правило второго раунда Объяснить предмет, который находится в коробке Цена предмета 2 балла Ты что-то купил по карте, да? Да, терминал Да, Ксюша доходчиво объяснила Ксюша глупый, не можешь посчитать Что тебе помогает? Калькулятор? Легко Совершенно верно, когда Ксюша еще сказала, что... Когда там ты такой... Глупый? Глупый, да Ксюша блестяще справилась со своим заданием А теперь за дело берется папа Процент выполнения есть 50, а есть максимальный? 100 Бумажка одна, 100 Белорусские рублей Да Как это было, если сказать 100 рублей? Ну, чисто для того, чтобы ты поняла, что это число Да, поняла В офисе ставят под документом Это что? Слышишь? Да На бумаге ставят На бумаге такая есть овальная Синяя, чернила заливаю Слушай Да Молодец Она не сравнилась, потому что она не знала, наверное, то, что есть Не видела в работе, как это... Видела После уверенного второго раунда Семья Лещинских набирает 14-16 возможных баллов И становится новыми рекордсменами нашей рубрики Поздравляем Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир на тему финансовой грамотности И сегодня у нас в гостях Тимофей, который меняет свое поколение в лучшую сторону Он открыл бизнес в 13 лет И его бизнес-партнер Женя У Жени, между прочим, 280 тысяч подписчиков в ТикТоке Вот так, ребята, все успевают и деньги зарабатывать, и в ТикТоке быть популярными У меня тоже столько, там только, ну, два, но ладно Как давно вы решили заниматься, соответственно, бизнесом, и как пришло это понимание, что это именно ваша работа? Ну, мне вообще пришло такое понимание, что просто хочется заработать денег Ну и, в принципе, это относительно недавно было, вот мы и решили вместе заняться Да, мы взяли очень крутую идею у наших коллег, так скажем И попытались ее реализовать немного по-другому, более классно Да У нас получается Так, ну, говорят, что в этом возрасте самим ничего толкового в голову не лезет Говорят, либо кто-то на вас повлиял Может быть, только так На вас кто-то влиял? Ну, как бы, я смотрел много видео, допустим, обучающих в интернете, которые помогают, в принципе, мотивируют работать дальше и достигать своих целей На меня очень сильно повлияло желание заработать денег и доказать маме, что я крутой Деньги все решают в этом мире Вот так Так, и хочется добавить, йоу Нет А какие цели вы ставите перед собой и перед своим бизнесом? Заработать? Чего вы хотите? Заработать? Ну, деньги, хорошо, там, ну, много заработали, еще больше, еще Вообще деньги не заработаешь? Да, а вот, ну, финально, там, может, какая-то точка, если там мы хотим Миссия, чтобы ты приходил в школу, и твои одноклассники открывали тетрадь И там, это твоя тетрадь, которую ты сделал, которую ты продал, настроил рекламу И чтобы не было вот этих скучных, каких-то зеленых, не очень красивых тетрадей И человек открывает и радуется Да, еще и со своим любимым кумиром Ну, смотрите Подожди, подожди, про кумиров Когда мы с Наташей появимся на тетрадках? Ну, если хотите, вы можете заказать А, все, спасибо, Наташа Ты что, хотела уточнить? Дальше ты должен был сказать, следующий гость, пожалуйста, в студию Я тоже что-то хотела спросить Да, я хотела спросить у вас такую вещь Вы знаете, обычно в вашем возрасте ребята говорят Я свои деньги еще успею заработать Вот к 18, там, к 25, я пока на маминой карманные деньги поживу А вам всего 13 Такие люди никогда не начинают Вот Они все время откладывают Откладывают Друзья, вы настоящие мотиваторы Мне кажется, вы как раз-таки самые классные показатели того Что нынешнее поколение будет суперское Они быстрее, умнее, креативнее вас Ребята, вы супер Вы говорили о рекламе, да? Рекламу Расскажите, как эту рекламу ставить? Что делать с ней? Покупать ее, не покупать? Ну, может, в Инстаграме есть, допустим, таргеты Можно в историях, допустим, настроить в постах и так далее А также очень хороший канал трафика Это, опять же, ТикТок ТикТок сейчас абсолютно везде Это очень крутая платформа Невероятно Снимаешь туда видео, к тебе переходят клиенты и покупают твои тетрадки В Инстаграме Да То есть с ТикТока можно перегонять людей в Инстаграм, где они уже покупают А ТикТок это более молодежная такая платформа Я надеюсь, вы что-то поняли Почему все всегда приходят и разговаривают на непонятном для меня языке? Давайте Я выключился на слове таргет Вот что это? Таргет это, ну, реклама Это когда вы листаете сториз и видите какую-то рекламу, какого-то продукта И переходите и покупаете допустим А как в ТикТоке настроить рекламу? Или вы просто делаете видеоролик и... Просто снимаем видео, что у нас есть такой вот продукт А я вот слышала такую вещь, что, извини, Даник, в ТикТоке сейчас это бесплатно То есть если в Инстаграме сейчас вся реклама, таргетинг, то, что вы говорите, это все платно То в ТикТоке это все еще бесплатно, это так? Вообще да, можете создать свой аккаунт и, допустим, вот, снимать туда видео про свой продукт И к вам уже будут переходить люди Видео будут сами по себе набирать просмотры и потом уже человек переходит Главное правильно сделать видео, вот Так, ну, смотрите, мы тут говорим про рекламу, про все, про покупки А как вообще в целом пришла идея, кто стал инициатором создания вот совместного бренда? Я Ну, да, наверное, он Ты не против, что он? Нет, не против Так и есть? Правда? Я сам присоединился Да, я как бы искал такого партнера, чтобы... А я предложил вместе это делать, вот Да А может, что, до бизнеса вы чем занимались? До бизнеса мы не знаем Они были детьми Песочки играли в песочницу Ребятам 13, а что еще делают? Знаете, я только снимал свой Мы просто учимся в одной школе, он такой ко мне подходит, давай бизнес замучим А я такой, а, у меня идея была, давай попробуем Вот попробовали Этот совместный бизнес, это ваш первый опыт по зарабатыванию самостоятельных денег? Если совместный, то да, а так, ну, другие способы есть Тима, насколько я знаю, у тебя был еще какой-то магазин до вашего бренда? Да, он был Расскажи об этом Он был, но сейчас его нет Ну сколько тебе было лет? Потому что, нет, я перешел на новую ступень Поэтому Ну это крутой опыт, тебе сейчас всего 13, тогда тебе сколько было? 12? 10? 11? Сейчас будет 6 и ты упадешь Да, мне тогда было 12, но просто для меня это уже слишком неинтересно, я хочу уже что-то новое все время пробовать для себя Поэтому это уже второй магазин, который на шаг опережает тот Ну, и в плане финансов, и в плане миссии В любом случае, очень круто, что ты это делал в 12 лет, это очень-очень круто Насколько я знаю, у вас есть какой-то свой как логотип или что-то такое, свой бренд, как вот вы пришли к совместному созданию бренда, именно как вы придумали вообще, что он будет именно такой? Ну, во-первых, мы совместили два, ну, как бы, у меня ник Дженди, у него Добротим, вот и совместили, вот и получилось название А, так, Джей Тим, это класс А, мне просто было понятно, что ничего не понятно Если бы у нас был с тобой бизнес, то он бы был, да не каша, фу Я не буду с тобой бизнес устраивать, ребята третьим возьмете Хорошо А что, у них успешный бизнес? Ой, Таник, вечно ты на хвост пытаешься ко всем сесть Друзья, почему тетради? Ну, как бы, интересный товар, многим нравятся такие Наша аудитория, это наш возраст, и, ну, в школу ходить надо, надо Там и так скучно, а если у тебя тетрадь какими-нибудь там, Маргенштерном, либо с инстасамкой, то это веселее, это круче Даже с самим собой можно сделать Да? Вот, к слову, о, о, вот, всех этих вот инстасамках, да, Маргенштерн, да Современная жизнь, это не твое, да, Николай? Абсолютно, да, с один, вот, кумиры покоряют сердца, и, к сожалению, или к счастью, вот наши с тобой, Наташа, в конкретном случае, кошельки Поэтому я предлагаю разгадать, кто из них кто, и, ну, вот, возможно, как-то понять по словам Наташа, расскажи на правила игры По словам, по глазам, по голосу А потом еще я старый Правила игры, пожалуйста В общем, друзья, давайте угадаем, попробуем, по крайней мере, угадать Очень популярную личность, я вам буду объяснять А вы попробуйте угадать, кто это Итак, в общем, состояние этого молодого человека Мужчина, парень, мальчик, дедушка Составляет 20 миллионов долларов А его имя упоминалось около 20 тысяч 589 раз в СМИ То есть он супер популярный рэпер, классный исполнитель, у него очень много татуировок, он обожает Кадиллаки Моргенштерн Все верно, прямо сейчас на ваших экранах будет фотография Это действительно правильный ответ, Моргенштерн Да, двигаемся дальше Этот белорусский блогер Спасибо, можно, пожалуйста, Влада А4 на экран Расскажи все равно, мне интересно Да, он, кстати, зарабатывает 1 миллион 300 тысяч долларов в год Его аудитория увеличивается в геометрической Это, видимо, вот такой прогрессии И на данный момент насчитывает 38,5 миллионов человек Это если наших с Наташей подписчиков соединить, мы все равно будем не догонять В его роликах снималась, кстати, и аж не просто так Наташа Повшок Это единственный человек, который популярнее, чем Влад А4 И, да, он считает, что он бумага, а бумага это деньги А почему нет? Да, это все правда И бумага это деньги И то, что Наташа снималась, тоже был очень крутой опыт Следующий персонаж Вы угадали Владу А4 буквально с одного слова Что значит новое молодое поколение В общем, этот похититель сердец Это уже наш следующий популярный человек Зарабатывает около 2 миллионов 800 тысяч российских рублей за сутки И еще он зарабатывает не только деньги, а еще и около 50 тысяч подписчиков в сутки Я не знаю, догадались ли вы или нет Милохин или Крит? Нет, неправильно Давайте еще Никоглай? Нет, давайте еще одну подсказку я вам дам Этот человек записывал треки с Николаем Басковым Милохин Все верно, да, это Даня Милохин Ты говорил или Или не зачитывает у нас утвердительный ответ Даня Милохин, да, прямо сейчас на ваших экранах Это, конечно же, правильный ответ Вот смотри, я уже когда-то об этом говорил Скажу еще раз Вот я тоже Даня Эй, я столько не зарабатываю Возможно, у тебя все впереди, Даня Не ставь на себе крест, Ранч А ты мне нравишься Идем дальше Стабильный доход этой исполнительницы Инстасамка Составляет, пожалуйста, покажите на правильный вариант ответа 24 миллиона российских рублей Ее имя стоит в одном ряду с самыми яркими интернет-скандалами и зеленкой У девушки есть мания повторять фразу Липси хай, липси хай, липси мани, мани хай И Джуси где-то тусуется Мы считаем, что она прекрасна Я с тобой еще поработаю над песнями инстасамки после эфира А ребята, мне кажется, самый настоящий показатель того Что профессионалами надо быть в любой сфере И они профессионал своего дела Ведь буквально за два слова Выиграли нашу интерактивную игру И угадали почти всех популярных исполнителей Тимофей, Женя, спасибо вам большое Что вы к нам сегодня пришли Да, а я хочу сказать, что Мы готовы сделать небольшой анонс и подарок Тетрадь от бренда ребят Джей Тим с фотографией Той самой скандальной бизнес-медиа-вумен Липси хай, все, вы меня уже понимаешь Инстасамкой Совсем скоро достанется кому-то из вас Поэтому не пропустите и не переключайтесь Да, друзья, и все это мы с вами разыграем Сразу после рекламы на телеканале Беларусь-2 Молодежный интерактивный проект Пинкод Уже снова на ваших экранах Мы вернулись после рекламы Даня Карабан, Наташа Павшок Сегодня для вас работают в студии И, конечно же, вы, дорогие друзья Через экран вместе с нами в интерактивах В наших телеграммах и в наших играх Да, а мы по-прежнему открываем бизнес Мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки Мы купим себе тапки Если вы проснулись сегодня именно с этой песней в голове То вы сейчас находитесь на правильном канале Потому что наши гости уже поделились своими секретами Как стать юными блогерами и миллионерами И как зарабатывать очень много денег Пока тебе очень мало лет Но если вы пропустили все самое интересное То заходите скорее на наш Телеграмм Ютуб-канал, Наташа На нашем ютуб-канале постоянно обновляется контент Появляются все наши выпуски Которые вы можете посмотреть в записи Да, друзья, мы сегодня весь эфир обсуждаем С нашими гостями И с Даником в студии финансовую грамотность Но как наши гости подтвердили Это действительно так Все-таки без какого-то такого базиса Нельзя обойтись Должна быть какая-то ступенька и база Да, я предлагаю прямо сейчас Зайти в Телеграмм-канал Пин-кода И отвечать на самые сложные вопросы По школьной Школьной, внимание, школьной Программе прямо сейчас Да, давайте посмотрим, что же Хелена Мирай, учительница Злостная, подготовила нам в этот раз Давайте посмотрим первый вопрос игры Будьте внимательны Всем привет! Это рубрика «Заметки школьника», где родители и дети Отвечают на школьные вопросы Но сегодня у нас спецвыпуск Потому что за столом сидит две Оважабленные сестры Учительница Хелена подготовила Для сестер-учениц Пять коварных вопросов По школьной программе За каждый правильный ответ Ученик зарабатывает по одному баллу Кто набрал большее количество Тот и становится отличником В сегодняшнем выпуске рубрики «Заметки школьника» Болелия, сколько лет? Двадцать Со школы что-то помним еще Ну, уроки-то на сестре помогало делать Ну, возможно, что-то есть А было какое-то, я не знаю Мама, наверное, это не слышит Мама сидит здесь И она такая Мама, наверное, это не слышит Подсказывала прямо Типа там, смотри, наушниками Сидела? Нет, нет Честно сказать Нет, я не списываю Ну, так именно прям Серьезно? С наушниками нет никогда А вообще списывать умеешь? Как повезет Ну, да Я не умею списывать, чтобы вы понимали И меня никто не может научить мастерству Давайте сегодня учимся списывать Что нужно сделать? Вот преподаватель стоит рядом со мной Надо делать все максимально уверенно Ну, типа, уверенно в себе То есть, ну, как бы ты достаешь И делаешь вид, что ничего не происходит Что, серьезно? Так работает? Да Сохранять спокойствие Да То есть я могу доставить спокойно там телефон Положить себе на парту Ну, когда ты будешь так делать постоянно Это будет паливно А так нет Она лежит на парте и все И ты, типа, никто не замечает Первый шаг Сохранять спокойствие Второй, быть очень уверенным в себе Третий, желательно знать правильный ответ Сегодня у нас будет четыре варианта ответа Поэтому, ну, какой-то из них точно будет правильный Наверняка могу сказать Я желаю вам удачи В любом случае Списывать сегодня не получится Но я могу вам подсказать Это уж точно Пять вопросов Но если вдруг у нас ничья Есть шестой дополнительный Если он не изменит ситуацию То у нас приз как бы один Пилите его пополам Делайте, что хотите Разбирайте, как вам больше нравится Но вот они, наушники от проекта Пинкод Я предлагаю не томить И начинать Переходим к первому вопросу Сколько животных Моисей поместил в ковчег? Вариант ответа А. 34 Б. 13 В. 188 Г. Нисколько Друзья, я уверена, что вы очень внимательно смотрели сюжет Хелены Мирайна Я все-таки повторю вам вопрос Первый вопрос нашей игры Сколько животных Моисей поместил в ковчег? 34 13 188 Или нисколько Вот так У меня остается такое ощущение Что где-то есть подвох Но вот я пока не могу понять где Ну, я надеюсь, что ты поймешь буквально через 3 2-1 Потому что я тебе предложу А давай, почему бы и нет Вместе с ребятами поиграем Как ты думаешь, какой вариант ответа правильный? Ну, давай будет Смотри, их же должно быть четное количество Я так предполагаю Ну, ну, не знаю Их же двое Ну, ладно Ну, давай, не знаю 188 188 Это третий вариант ответа, правильно я понимаю? Да, да Третий вариант ответа Отправляем наш вариант в телеграм-канал Три Оп Отправили Ну, не знаю, правильно это или нет Давайте прямо сейчас и узнаем ответ из следующего сюжета Хелены Кто такой Моисей? Если ты смотришь это видео, подскажи Готовы? Да Давайте переворачиваем таблички Вообще Ну, в ковчег помещал животных Ной Знаешь, есть такое Ной в ковчег Класс Враженицем Да Мы Моисеи Мы Моисеи Давайте уже к точным наукам перейдем, да? Сейчас будет немного биологии, анатомии такой Еще лучше Уже Какие вам вообще предметы в школе нравятся, если вам не биология, не Моисеи? Химия? Да Секунду, извините Химии нет Химии нет Давайте тогда ко второму вопросу Где находится самая быстрая мышца в теле человека? Варианты ответа А. В ноге Б. В руке В. В пальцах Или Г. В глазу Друзья, я надеюсь, что вы услышали вопрос верно Но прямо сейчас мы запустим следующий вопрос нашей игры Как только я разберусь, как работает плазма Год прошел, а я все еще не знаю, как это делать Даник На этом можно смотреть вечно Но наш второй вопрос звучит следующим образом Где находится самая быстрая мышца в теле человека? Варианты ответа А. В ноге Б. В руке В. В пальцах И. Г. В глазу Выбирайте Друзья, я наконец разобралась с плазмой Уже следующий вопрос на наших экранах Давайте попробуем на него ответить Прямо сейчас Обязательно присылайте нам свои комментарии Я вижу, что вы их шлете Классно, что вы реагируете так быстро И у вас уже есть правильные ответы Да, я напомню, что надо отвечать именно в комментариях Под самим вопросом И также в нашем интерактиве действует Самое основное правило, которое мы всегда пытаемся вам донести Это правило тайм-менеджмента Поэтому надо отвечать не только правильно Но и быстрее всех Это очень важно Да, давайте я еще раз напомню вам правила нашей сегодняшней игры У нас пять вопросов Следовательно, будет пять номинантов на победу сегодня И после завершения нашей игры Мы с генератором случайных чисел Попробуем найти нашего победителя Точнее, он нам покажет номер вопроса Где мы выберем того человека Кто правильно на него ответил Он, следовательно, и станет победителем нашей сегодняшней игры Да, и сейчас абсолютное внимание Очень важная информация Мы просим вас не исправлять, не корректировать свои варианты ответа Да, друзья, мы это обязательно увидим Потому что мы с Даником Все, следим очень внимательно за вами Мы не любим тех, кто мухлюет Давайте будем честны Такие же, как и наша программа Я напоминаю, за что мы сегодня боремся Вот такой классный блокнот С самой популярной, мне кажется, в нынешнее время инстасамкой От магазина, бренда J-Team От наших гостей сегодняшнего эфира Замечательный подарок А я предлагаю прямо сейчас узнать правильный ответ на наш второй вопрос Мне очень смешно Я просто смотрю на вашу сосредоточенную лицу Знаете, есть вариант такой Пальцем в небо И он всегда работает почему-то Главное, уверенно Такая Наугад Наугад? Да Пальцем в небо Да Ты тоже пальцем в небо Ну не знаю, я подумала про то, что мы не моргаем быстро, но пускай в эти глаза Ну масштаб вокруг глаза считается на самом деле самой быстрой в мире человека Да, потому что она сокращается достаточно быстро Потому что мы вынуждены, в общем, моргать нам это надо Как-то жизненно необходимо, знаете Сохранять вот это вот состояние слизистых глаз Постоянно увлажненной Поэтому да, получается пока что у нас ничья Неплохо так идем, девчонки Давайте третий вопрос по географии Какой водоем самый большой на Земле? Варианты ответа А. Тихий океан Б. Атлантический океан В. Индийский океан И. Г. Каспийское море Итак, друзья, у нас следующий вопрос нашей игры И он звучит так Какой водоем самый большой на Земле? Вариант А. Тихий океан Вариант Б. Атлантический океан Вариант В. Индийский океан Или Каспийское море Вариант Г. Какое-какое? Каспийское Молодец Немножечко полезной информации Которая, возможно, как-то наведет вас на правильный вариант ответа Этот водоем известен еще с глубокой древности Правда, изначально его называли великим И никак иначе Да, великим это все из-за его масштабов Потому что его масштабы вообще в километрах квадратных составляют, знаешь, сколько? Сколько? 178 миллионов 684 тысячи квадратных метров Ты понимаешь, сколько это вообще? Я тоже не понимаю, вот честно Но именно такое расстояние оно и составляет А вот глубина 10 тысяч 994 метра Ну, хотя бы такие цифры я уже знаю примерно Да, и вот еще немаловажный факт То этот водоем занимает по площади территорию больше, чем Марс А Марс это планета Вот это уж точно Вот это планета И она меньше, чем вот этот самый большой водоем Я не знаю таких цифр Но давайте сразу же перейдем к нашему следующему вопросу игры Водоем Это где водичка такая? Водоем Ну, типа озеро это считается водоем? Конечно А, это самое большое, ладно, так не работает Ну, в общем, место, где больше всего находится воды Тихий океан и... Вариант А В деле так и есть, Тихий океан это самый большой водоем на планете Земля И на втором месте у нас идет Атлантический океан На третьем месте Индийский океан Слошные океаны, я вам так скажу Поспийское море вообще сюда никак не вписывается И у нас счет 2-2 По истечению трех вопросов, напоминаю Четвертый вопрос Какой корабль затонул в 1912 году? А. Мэйфлауэр Б. Аризона В. Титаник И Г. Английский язык сейчас будет USS Constitution USS Constitution? Ну, извините, но как бы... А есть такой Итак, я для тех, кто у нас невнимательно слушал Хелену Мираи Ребята, вы это сейчас сделали зря Повторю наш вопрос Какой корабль затонул в 1912 году? Варианты ответа Мэйфлауэр Аризона Титаник Или USS Constitution Да, но у меня есть все-таки вам подсказка, друзья Этот корабль очень известен благодаря фильму Благодаря фильму, я думаю, что вы уже понимаете, о чем я говорю И благодаря главным героям Розе и Джеку Ты смотрела этот фильм? Да, там же такая любовь, Наташа Такая любовь А я вот, кстати, не смотрела Но я думаю, что этим я и займусь Сразу после эфира Даня, хватит мне выгонять? Ну, все в порядке, Наташа Все в порядке Давай, наконец-таки, все-таки узнаем Какой же корабль в 1912 году затонул Давай, ну я уже предполагаю ответ Давайте посмотрим Посмотрим правильный ответ Через буквально 3, 2, 1 Друзья, мне кажется, что мы Все, вы как-то там Подождите Секундочку У меня только к вам один вопрос Вы вписываете там, я не знаю Вы же сказали, уверена, там надо положить что-то, посмотреть, да? Нет Вписываете друг у друга? Можно честно? Нет Просто единственный корабль, который я знаю, что затонул, это Титаник Ну, давайте, переворачиваем Итак Девчонки решили ответить, что этот Титаник затонул в 1912 году И на самом деле так и есть Про корабль сняли фильм Пятый вопрос Как называется самый влиятельный символ Китайской культуре? Варианты ответа А. Собака Б. Крыса В. Обезьяна И. Г. Дракон Итак, давайте же наконец-таки узнаем, как же называется самый влиятельный символ в китайской культуре Я напомню А. Собака Б. Крыса В. Обезьяна Г. Дракон Вот такая Вариант С у вас Вариант С Вариант С у вас, друзья Ну и подсказка для вас Этот символ входен в 12 символов знаков зодиака Это обозначает силу, удачу и успех Да, но вот только ведущим и самым знаковым из них стал только один символ Китая, которого почитают и одновременно, между прочим, боятся Ну, кстати, в русской культуре он тоже нашел свое место, а именно в мультфильмах Да, 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 есть что-то очень такое знакомое, вот Змей Горыныч, по-моему Да, вот что-то, так сказать, двоюродный брат по папиной линии, самого культового символа Китая Я бы, наверное, так Я не знаю, как ты в этих родословных всех вообще не путаешься Давайте просто прямо сейчас узнаем правильный ответ, кто же этот брат Змея Горыныча Можно сейчас не списывать, пожалуйста? Я попросила не списывать Ответ Г Вы можете уже решить, кому приз достанется? Если... Мне же у нас битва Серьезно? Титанов Да До конца боремся За наушники? Да Если произойдет так, что сейчас будет счет, ну так, чисто в теории 5-5, что будем делать? Мужики забирают Хелену Мирань Серьезно? Да, серьезно, я не верил Внимание, внимание, значит, финального вопроса еще не было, а подарок-то остается у нас Шестой вопрос Итак, где берут начало Олимпийские игры? Варианты ответа В Древнем Риме В Древней Греции На территории Средневековой Англии Или в Австралии Итак, давайте же разбираться с вами, наши дорогие зрители, прямо в студии Где прошли первые Олимпийские игры Напоминаю, варианты ответа А. В Древнем Риме Б. В Древней Греции В. На территории Средневековой Англии И. Г. Попытаюсь повторить Хелену Мираю В Австралии Ты серьезно? Ну, она так стала в Австралии В Австралии Ты серьезно? Я похож на Хелену? Ну, ты должен был ответить, как из мема Ты серьезно или как? Ну, вот ты сама справилась Друзья, ну, да, мы сегодня говорим в нашем следующем вопросе об Олимпийских играх И ты знаешь, вообще, выиграть Олимпийские игры в древности Это считалось то же самое, что получить куш в виде еды на всю жизнь Потому что им давали еще и венок из диких маслин Такой куш в виде вот еды, как я уже сказала Это все не портилось? Им один раз дарили и им хватало? А мне кажется, что это пожизненно им давали Ну, смотри, вот я... Опять-таки, был период же, когда Олимпийские игры не проводились на протяжении порядка полутора тысяч лет И вот возобновили их только, только 5 апреля 1896 года в Афинах В них приняли участие тогда представители целых 13 стран Ну, да, и вот, кстати, только что нам на картинках как раз-таки показали венки из маслин Вопросики, которые тебе пришли в голову, вот тебе их и показали Ну, хорошо, сейчас они проходят регулярно, эти Олимпийские игры Но откуда они вообще пришли? Где это начинало, где это возродилось? Давайте прямо сейчас и узнаем из сюжета Хелен Надо выбрать один Надо выбрать один, да Я вот тоже не знаю Да Трэш Не, ну серьезно, уже даже как-то неинтересно Вы приз оставили Как-то... Только у нас же разный вариант Нет, это один и тот же вариант Так, первый же был Рим Секунду Рим А ты Греция А, ну все Ну все получается Мы выбрали победителя, это Анастасия Потому что Олимпийские игры берут свое начало в Древние Греции И сейчас в них играет, конечно же, весь мир Давным-давно, в 776 году до нашей эры, играли в Древние Греции 5-4 в пользу Анастейши побеждают школьники Ну, не жалко отдавать, получается А, не жалко отдавать приз мне Какой вопрос был самым сложным сегодня? Помимо Олимпийских игр Про Моисея Про Моисея? Нет, серьезно, вы знаете, вообще, кто такой мой? Я не знаю, кто такой Моисей Сегодня победила Анастейша Если вы хотите поучаствовать в следующем выпуске И выиграть фирменные наушники от проекта Пин-код То напишите нам об этом в Телеграм-канале Мы вас безмерно любим и ждем фидбэка с нетерпением Поздравляем Анастейшу И настало время узнать же, кто победил сегодня в нашем интерактиве И получил вот этот классный приз Блокнот от наших гостей Джей Тим Друзья, я напомню, что именно сегодня вы боролись именно за него А прямо сейчас я предлагаю узнать результат Итак, я уже включила рандомайзер Здесь цифра 4 Я делаю сгенерировать Итак, на первый вопрос тот, кто ответил первый и правильно И получит вот этот классный блокнот И знаете, кто это был? Знаешь, знаешь, Даник? Не знаю, но ты, видимо, нам сейчас об этом скажешь Я тоже не знаю Итак, давайте посмотрим Кто же правильно ответил на наш вопрос Итак, Полина, мы тебя поздравляем Именно ты получаешь вот этот классный блокнот От наших партнеров и гостей сегодняшнего эфира Джей Тим Молодец! Да, мы тебя поздравляем Обязательно свяжись с нами, чтобы получить свой приз А я хочу напомнить, что сегодня с вами в студии работала Наташа Повшок Это я Даник Карабан Вы можете найти нас абсолютно во всех социальных сетях Инстаграм, Вконтакте, Ютуб, ТикТок Обязательно везде на нас подписывайтесь Также подписывайтесь на Инстаграм Натали Повшок На Инстаграм Даник Карабан Мы всегда вам очень рады Обязательно участвуйте во всех наших интерактивах И вы обязательно будете выигрывать самые крутые призы На самом крутом молодежном интерактивном проекте Пин-код Друзья, ну а на сегодня это все Пока-пока Пока-пока